Тимка скорчит. Да, да, да. Сейчас будем кушать. Ребят, сегодня малышам второй день. Ой, покакал кто-то. Сейчас я утро. Сегодня я буду их взвешивать. Приготовила весы кухольные. Они подросли, поправились чуть-чуть. Я поменяла им пеленочку, убрала грелочки, включила обогреватель. Я выключила. Вот шарлотка. Поменяла уже водичку. Сейчас буду кормить тенечку шарлоткой. Положила одну пеленку и помырала точек, чтобы вторую пеленку. Вообще, в принципе, все сделала. Кучу тряпочек надо стирать. Нужно новое полотенечко привезти и положить малышам. Хочу, пусь, пусь. Сейчас пойти кушать уже. Шарлота наменает. Теня, ты чё? Теня на ручке хочет, чтобы я ее с ручек покормила, да? Да. В общем, девчонки завтракают. Мои взрослые собачки ведут себя, как щеночки. Теня вообще сидит на ручках. Смотрите, ребят, хочу дать шарлотке. Начать дать комплекс витаминок. Сейчас, шарлота. Шарлот, отойди. Шарлота. По весу, у шарлотки пол таблеточки получается. Утю-тю-тю-тю-тю. Так, сейчас взвешиваем. Это наш первый щеночек, который у нас родился. Тинечка, отойди, пожалуйста. 159 грамм. Сегодня у нас 24 апреля. Нам ровно один день. Хорошо. Ой! И второй малыш. И второй, Тинечка, отойди. И второй пузожитель. 166 грамм. Ой, темные, сладенькие. Сейчас все запишу. Все, мамочка уже покушала. Сейчас пойдете к... Вернее, мамочка к вам придет. Все поменяла малыша. Тинька плачет. Че ты плачешь? Я чуть-чуть покажу. Вот они уже на грелочках кайфуют. Им тепленько. Обогреватель включен. Сейчас еще постелю полотенечки. Еще нужно много полотенчиков. Куда ты велись? Ой-ой-ой. Ты куда вылез? Ну-ка давай. Ну-ка давай туда иди. К малышу второму. Вот так. Вот, молодец. Все. Молодец. Хотела показать только, что давала витаминки, Тиньки и Шарлотки. Кальций даю Тине по целой таблеточке. И вот такие вот комплексы даю по полтаблеточки, Тиньки и Шарлотки. Дело в том, что врач, я думала, нужно будет покупать отдельные витаминки, но врач сказал, что это хорошие витамины. И беременным тоже кормящим, вот видите, тут даже написано, кормящим собакам, беременным. Это комплекс витамин. Вот, поэтому сейчас Тиньечка на витаминках, Шарлотка тоже кушает вот эти. По полтаблетки вот этой даю и Тиньки кальций целой даю. Ну, а это для щеночков. Это я еще не открывала. Корм, как вы уже заметили, да, прикормка нам не пригодилась. И сегодня буду уже Шарлоте давать для печени таблеточки по одной капсуле в день. Там такой паштетик, нужно выдавливать, да, и укусить. Еще Тиньечку хотела взвесить, сейчас специально весы поставлю. У меня тут небольшой бардак, буду сейчас убирать. Сейчас буду Тинью взвешивать и расчесывать, девчонок. Тиньку бы, конечно, покупать, но, наверное, не сегодня. У меня исхудала фигурочка. Так, да, да. Девочка, ты такая молодец. Ты такая молодец. Такое счастичко нам подарила, да? Давай взвесимся, попробуем. Кстати, взвесила Шарлотту. Шарлотта 2,700 вчера взвешивала. Попробую Тиню. Тинь, я стой. Рукой, опять же, неудобно. Сейчас, ребят, взвешиваю и скажу вам. Если я не ошибаюсь, ровно 3 килограмма. Да, там было 3 с копейками. Ну, вот, видите, мы ее взвешивали. В клинике было 3,700 с одеждой, с амуницией. А потом она весила 3,500. То есть 500 грамм. Щеночки, ты, получается, не поправилась? Совсем не поправилась, да? Ну, что такое? Стройняшка у меня, стройняшка. Ну, правда, еще же кормить она будет сколько. Может, еще поправится чуть-чуть. У нас сейчас утреннее кормление. Малыши кушают. О, какие молодцы. Один спрятался за лапку, за Тинькину. Тинечка, надо расчесаться, да? Скази, да, мне, скажи, волосики повыпадали все. Будем расчесываться. Я малышей немножко протерла. Спонжиком животики помыла им. Спеленочку поменяем. Такие молодцы. Тиня, не могла не заснять эту милоту. Тиффани выпустила немножко погулять от Щеночкова. Она попила водичку. Смотрите, схватила Хрюшу. Да, да. Скажи, я тоже маленький еще ребенок хочу поиграться. Пришла мама. Да, в пижаме. Кормить творогом. Тинечки, творожок на дом. Я звонила врачу. Значит, врач сказал, что молоко Тиффани давать нельзя. Так как она никогда не пила молочком. И у нее может быть расстройство желудка. Это плохо. А вот творог нам каждый день надо кушать. Потому что оно кормясь омолом. Ну, творог мы всегда даем Тиньке шарлоткой. Уже закрыла жалюзи. Малыши лежат. Им не холодно. Я все время их проверяю. У них грелочки под низом. Вкусно? Ай, вкусно. Уже поменяла пеленочки. Ты так ушла? Ай, молодец, Тиня. Ай, молодец. Тиффани очень скучают за игрушкой, за свинкой. Так, на кровать я еще не успела здесь стелить. Что? Где твоя свинка? Ух-чук. И к свинке, и к свинке сразу. Она очень любит эту свинку. Я ей такую уже в Германии оранжевую купила. У нас вообще таких трясевеньких маленьких. Это Тиньечкина любимая игрушка. Пусть поиграется. Она не должна все время прям находиться с щенками. Она должна ходить в туалет. Она просится попить в туалет. Я, кстати, водичку ставила сначала сюда для Тини. А потом решила убрать, потому что щенки, бывает, выползают. И не хочу, чтобы вода была. Не надо пока. Пока они еще сильно маленькие. Берем. Вообще, она очень хорошая мамочка. Она такая переживальщица прямо у меня. Кстати, хотела вам рассказать по шарлотке, ребят. Мы сделали МРТ, сдали анализы крови. И нам Инна Николаевна разрешила уходить с наших таблеток. Кто не знает, сейчас покажу. Таблетки у нас такие для принезолона. Они очень такие сильные. Это как стероиды. Были мы на них в сентября месяца. Лечили шарлотку. И сейчас у нас все хорошо. Будем постепенно выводить. Выводить мы будем первую неделю давать по четвертинке. Потом еще меньше. В общем-то, где-то месяц будем выводить постепенно. Я очень рада. Из побочных эффектов у шарлотки только передние лапки чуть-чуть трясутся. Поэтому, наверное, они так будут до конца трястись в жизни, я так понимаю. Вообще, анализы очень хорошие у нее. Я очень рада. Я очень за нее переживала. Инна Николаевна сказала вообще, что она очень довольна. Она не видела такого, что вот собака так хочет жить, и хозяева так заботятся. Это благодаря и шарлотке, и мне, что вот она вышла из этого состояния. Все-таки, видите, любовь. Твои чудеса. А кушать голодненько. Ну, надеюсь, у нас аппетит уже будет не такой. Потому что эти таблетки провоцируют очень сильно аппетит. Она все время хочет кушать. Она как не наедается. Поэтому, думаю, все стабилизируется. Она вообще большая умничка. Ну, и будем решать... Не обращайте внимания, это мои документы. Сейчас буду их убирать. И будем с лапкой сейчас разбираться. У нас еще же лапка наша задняя проблемная, которую мы ломали. Мы тоже рентген сделали заодно, когда делали МРТ. Лапки. Будем уже потом лапку лечить. Что там делать с ней? Я еще не знаю пока. Сейчас самое главное, что нам нужно уходить с этих таблеток. Так что у нас вот такие новости в один день. Вчера родились щеночки. Вчера нам разрешили уходить с таблеток. Прям вчера был самый счастливый день. Я только что расчистала Шарлотку. Почистила ей зубки. Шарлотта. Мы сейчас с Шарлоткой попозже пойдем... Шарлотта, нельзя так делать! Пойдем гулять. Шарлотта, не порть прическу. Пойдем гулять. И мне нужно по делам пойти. И буду, наверное, вечером ее купать. Если будет время. Застелила постель. Перестелила пеленочку малышам. И немножко помыла тенью. Вытерла ей животик. И намочила ватные диски. И немножко протерла малышам животик. Вот. Поменяла пеленочку. Эти грелочки убрала. Включила сейчас обогреватель. То есть тенечка и греет. Тенечка все время с ними. Так что все в порядке. В общем, все вот почистила. Поменяла. Все чистенько. Малыши чистые, счастливые. Тенечка ими занимаются. Тенечка переплету уже вечером. Потому что времени нет. Нам уже скоро Шарлоткой выходить нужно. Вот. Что еще хотела? А, сейчас хочу нарезать таблетки. Тут, в принципе, все убрала. И поменять пеленку нужно. Так все нормально. Хоть чуть-чуть появилась Ирина. Да, Тенюш? Сейчас приготовлю шарлотки на таблетки. Нарежу. Хочу их нарезать. Вот в такую коробочку. Чтобы мне удобно было по четвертинке давать. Пойду сейчас на кухню резать. И нужно достать вот эти вот таблеточки. Положить, чтобы не забывать давать шарлотки. Обязательно. Малыши уже подросли. Чуть позже, может, вечером поснимаю. Они стали немножечко больше. Животики округлились у них. Ну, конечно, по сравнению с первым и вторым днем, особенно с первым, они побольше стали. Ну, Тенечка хорошо справляется. Вот. Так что все в порядке. Шарлотка, что будем одевать сегодня? Сегодня тепло на улечке. Очень красивый какой. Кто тут уже прическу испортил? Ай, 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 и вредная. Шарлотке, конечно, меньше время уделяю. Ну, потому что малыши. Думаю, она все понимает. Еще шарлотку не знакомила. Вот думаю, наверное, завтра утром уже буду так знакомить. Прям подносить малышей, чтобы она... Ну, я думаю, она, правда, и так уже запах их знает. Но все равно. Идем? Бэбик. Кто Бэбик? Ох, чебыбик. Еще хотела сказать, чтобы мне писали в комментариях, Тиффани с щеночками остается не одна дома. Сейчас приедет папа, так что будет все под контролем, все хорошо. И, кстати, не помню, говорил или нет, я убрала водичку на всякий случай, потому что бывает щенки ползают, могут упасть. В общем, я очень боюсь. Так что у нас не будет шарлота полтора часа, и за ними присмотрит папа. Дай сердечко. Да? Кстати, имена уже подобрала. Сейчас давайте прям сейчас продиктую вам, какие я хочу имена. А вы, может быть, в комментариях напишите. Первое имя для девочки Эбигаль, второе Белла, третье Шанель и четвертое Тринити. Это, которое я хочу для девочки имена. Для мальчика сложнее. Я хочу Ричик, это Ричард, полное имя. Тедди и Бакстер, Бакс. Но у меня там еще было куча-куча имен. В общем, которые вам понравились или какие-то свои варианты, предложите в комментариях. Мне еще понравились такие имена, как Бонд, Декстер, Клайд, Доллар, Айфон, Тимати, в общем, Шерхан. В общем, такие все. Ну, Шерхан не подходит для Йорка, конечно. Для девочек, в принципе, вот точно одно из этих четырех. Для мальчика сложнее. Хочется какое-то такое имя, чтобы можно было сокращенно называть, и чтобы оно было такое, знаете, для Йорка. Потому что, например, классные имена Байкал. Но Байкал – это для какой-то большой собаки. А для таких малышей надо что-то другое. Мне еще, кстати, для мальчика Бэтмен нравится, но как-то родители не заценили. В общем, напишите в комментариях, может, у вас есть какое-то свое прикольное имя или как вашу собачку зовут. Потому что для девочки я определилась уже практически, а вот для мальчика совсем сложно. Мы вышли погулять с Шарлоткой. Тенечка осталась дома. Приехал папа с работы. Хотела показать, смотрите, какой тут классный парк, водичка. Так все обустроили. Дорожки положили. Шарлота, пошли. Пойдем, пойдем, пойдем. Мы вышли на часика полтора. Мне нужно по работе. У меня здесь находится один из залов. Это недалеко от дома моих родителей. Вот, поэтому сейчас мы ненадолго заедем. Там нужно кое-что решить. И мы поедем домой. Сегодня Шарлотку буду купать. А вообще, конечно, будем Шарлоткой гулять. Нужно и хорошо лапки мыть, потому что малыши в доме. Жарковато, кстати. Погода очень классная. Мы с Шарлоткой уже пришли домой. Пора кушать. Тенечка, они просто лежат или они кушают? Зайчик. Тенюша. Девочка, ты решил их покормить, да? Надо было кушать. Давай. Сейчас, Шарлотка. Сейчас детки покушают, и я вас буду кормить. Кстати, пока детки еще кушают, покажу вам. Пересыпала уже таблеточки. Разрезала по четвертинке. После еды буду давать Шарлотке. И, конечно же, сейчас наше лекарство будем кушать. Тенюша, что ты их решила кормить? Нужно было сама сначала покушать, девочка. Ты кушать будешь или нет, родная? Так, это Шарлотки. Сегодня мяско, рукола и оливковое масло. И Тенечка сейчас докормит малышей, будет кушать своим мясом. Немножко руколки. Врач нам разрешил кушать все, все, что мы давали. То есть морковку, яблоко, руколу, грушу с мясом. В общем, малыши кушают. Я Тенечку решила так подкормить. Такая она голодненькая. Смотрите, малышей продолжает кормить. Ой, какая мамочка хорошая. Ой, мамочка какая хорошая. Листочки потом покушаешь. Давай мяско чуть-чуть. Молочок. Попрошай-ка. Так, таблеточка наша. Давай кушай. Давай, 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 давай. Съела? Молодец. И, ребят, сейчас дам Шарлотке вот это лекарство на ложечке. Так, я даю, она его облизывает. Это одна капсула. Нам сейчас нужно принять для печени 14 капсул за 14 дней. Сейчас я вам покажу, как они выглядят. А ну, фу, Шарлотта. Так они выглядят. Я их разрезаю, выдавливаю на ложечку, и она кушает. Так что все в порядке. Мы лечимся, да, девочка? Так, Тинечку чуть-чуть покормила. Руколу она не ест, но может, это и хорошо. Она пока докармливает щенков. Я ей немножко дала. Она сейчас докормит и покушает. Наконец-то Тинечка покормила малышей. И сама пошла кушать. Вот так выбирает мяско. Руколку не ест. Я сейчас быстро подвиняю пеленочку. Детки на чистой пеленочке. Сейчас Тинечка к ним придет. Вот, смотрите, как Тинька вывела только мяско. Тинечка, тебе помочь, девочка? Я включила опять обогреватель. Ой, еще там такое снится что-то. Смотрите, она мяско только вывела. Давай еще у тебя мяско. Ой, чему хорошая. Не хочешь руколку, да? Наверное, не надо было тебе ее давать. Наверное, ты знаешь сама все. Чувствую, что не надо ее. Да, есть? Еще попозже хочу сварить яичко. На ночь еще дать. Творожок уже завтра будем опять утром кушать. Все. Молодец. Ой, там листочек остался. И Шарлотта, тут как тут сразу же. Без тебя никуда. Тиня, молодец. Тиня, пойдешь, выйдешь. Кто-то все время с малышами сидела. Давай, пойдем немножко в туалет. Сходи, лапки разомни, водичку попитывай. Воды нужно много пить. Вот она пошла в воду пить. Мамочки, которые кормят, должны пить воду обязательно побольше. Хотела показать, как тиня просится. Как она за малышами наблюдает. Как она просится. Ты просишься, да? А переплетаться когда будем? Когда мы тебя расчесывать будем? Или к малышам уже пойдешь? Тиня, пойдешь к малышам? Кто так просится, да? Ну, давай. Давай к малышам. Ой. Заботливая ты моя. Ну, давай. Малыши кушают хорошо. Буду завтра утром взвешивать. Тиня, ну не надо так делать. Ну, зачем? Ну, я же завернула пеленочку. Ну, девочка. Ну, зачем ты копаешь? Вот тебе на, вот этим укрывайся. Как-то закрывай их. В общем, так прошел наш день. Это второй день жизни малышей. О, и все. Сразу к ней опять. Кто-то сильно голодный там. Всем спасибо за просмотры. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока. Смотрите, как она аккуратненько, чтобы не лечь на него. Садиться так. Но он все равно с другой стороны теперь лезет. Тиня, ты теперь так будешь сидеть? Ложись аккуратненько. Ну, ладно, ты сама разберешься. Ну, все, ребят, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok